Продолжение следует... Индекс Dow Jones снизился на 45% до отметки 24 181 пунктов. Объект торгов по индексу S&P 500 был на 30% выше среднемесячного значения. Рынки скорректировались после ралли на фоне принятия налоговой реформы. Инвесторы оценивают влияние налоговой реформы на американские компании. Только сектор технологии из 11 секторов S&P 500 закрылся в положительной зоне на вчерашней торговой сессии. Отраслями, которые показали наиболее негативную динамику в этот день, были телекоммуникации, коммунальный сектор, промышленная группа акций и сектор неосновных потребительских товаров. 31% акций компаний, торгующихся на Dow Jones, закрылись в положительной зоне и 64% в зоне минуса. Наиболее популярными акциями S&P 500 во вторник были Банков Америка, General Electric и акции компании MU. Одним из лидеров роста на американском рынке стали акции компании Snap, которые выросли практически на 10%, достигнув отметки в 14,94 доллара за акцию. Данный рост обусловлен повышением целевой цены рядом инвестбанков. Таким образом, Баркта считает, что справедливой ценой компании должна стать отметка в 18 долларов в течение года. Данное мнение связано с тем, что аналитики ждут большого пророста аудитории и монетизации в 2018 году. Котировки нефти к концу торговой сессии закрылись в зеленой зоне. Американская WTI повысилась на 17 центов до отметки 57,64 доллара за баррель. А европейская бренд выросла на 0,65% до значения 62,86 долларов за баррель. Цена на нефть выросла на фоне ожиданий данных Международного энергетического агентства по запасам нефти в Америке. Декабрьские фьючерсы на золото снизились практически на 1% до уровня 1261 долларов на подразделение Нью-Йоркской товарной биржи Комекс. Коррекция связана с приближением заседания ФРС, на котором, вероятнее всего, будет повышена базовая ставка в США. Фьючерсы на медь на Чикагской бирже снизились на 4,4% до уровня 292 доллара за контракт. Цены на медь опустились до минимума в почти двух месяцев во вторник, так как запасы выросли, а доллар держится вблизи пиков предыдущей сессии в результате прогресса в отношении налогового законодательства США. Перед открытием в среду рынки Америки указывают на торги в красной зоне на фоне приближения заседания ФРС 12 декабря. Также рынок продолжает оценивать налоговые реформы, принятые в предыдущую субботу. И на этом у меня все. С вами в студии был Сакен Сырив и это обзор финансовых рынков от Freedom Finance. Прибыльных вам сделок и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok